23 августа, сегодня прямая трансляция с утренней молитвой. Слава Богу, прямая трансляция с утренней молитвой. И сейчас я ожидаю от уже гостя. Должен подъехать как раз сейчас Кифа наш, епископ Кифа, епископ Петр. Надеюсь, вместе мы порассуждаем, помолимся и совершим хлебопреломление. Я здесь уже приготовил сок виноградный, такой покупаю яблочный виноградный в садочек. А лепешка у нас боснатная. Но самое главное, не качество хлеба и вина, а качество нашего рассуждения, размышления о теле и крови Господа нашего Иисуса Христа. Вот такая пресная лепешка, бездрожевое тесто. Сказали так мне вот, они сами пекут здесь вот, там дыры или как называется. О, спасибо тебе Господь, спасибо Божем за хлеб жизни. Да, хлеб, хлеб он действительно это знак нашего Господа, символ нашего Спасителя. И всегда, когда мы едим, мы Бога благодарим за все. А наипаче, когда мы совершаем хлебопреломление, именно в смысле рассуждения о теле и крови Иисуса Христа, это таинство. На самом деле, это величайшее таинство. Очень Богу благодарен я за это чудо. Слава Богу. И Кифа написал мне, что как-то он во Львове, но сейчас здесь. Так, он откуда едет? Так, он мне на Viber писал. Нет, не на Viber, просто в сообщениях. Так, а с Запорожьей он едет сегодня. И где-то он здесь вот будет высажен как раз, видимо. Или Бла-Бла-Кар едет. Я обычно езжу Бла-Бла-Кар, путешествую в таких миссионерских поездках. Слава Богу. Слава тебе, Господь. О, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тебе, Боже, за это доброе утро. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Боже. Благоставляю великое имя Твое, Боже. Благоставляю. Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благослови, Боже, сегодня Израиля. Благослови сегодня Иерусалим, Господь. Благослови сегодня Киев, Украину. Поздравь с Днем Независимости Украины, Боже, народ Украины. Аллилуйя. Пошли свои чуды, Господь, Боже, землей этой. И вообще, Боже, Самогущий, мы действительно, О, Боже, все от Тебя, Господь. И Тобою сотворено, Господь, Боже. И Тобою стоит и держится, Господь, Боже. Слава Тебе. Благодарим Тебя, Боже, Самогущий. Аллилуйя. И за причастие сегодняшних лет утромления, за Кифу, где он сейчас, я не знаю, Боже. Ты знаешь, Господи, дороги, Боже. Храни его, оберегай, Господи, благослови. И помоги ему, Боже, быть здесь сегодня. Чтобы вместе нам в простоте так преломить хлеб, Господь, Боже, здесь. И благослови Тебя, Господи, слави. Благослови, Господи. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Вот и текст из Писания сразу тоже прочту. Я думаю, потом мы с Кифой будем продолжать, будем продолжать, размышлять над этим текстом. 118-й Псалом. Ну, самый такой протяженный, длинный такой Псалом. 118-й Псалом. 11-м стихом написано здесь следующее. В 11-м стихе. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Аминь. Вот этот текст как раз я и обозначил как вот именно главный сегодня. К этому размышлению, к этой утренней молитве. Скрывать глубоко в сердце Слово Божье. Вчера до поздна мы, вчера вечером я был в гостях, значит, заехал к пастору Эльдару. Заехал, был у пастора Эльдара, значит, и мы немного пообщались. Я взял как раз распечатанный баннер с флагами разных стран. Ну, я так понимаю, здесь все страны мира, какие там известны, не малоизвестны. Нам, значит, я попросил дизайнера сделать именно вот какие флаги известны, неизвестны. Все флаги стран мира, чтобы они были на таком большом баннере. Вот как вот этот. Ну, такой уже по размеру тоже здесь. Два на три. Два метра на три метра. И чтобы вот один баннер будет. Вот этот. Это у нас. Это стена плача. С изображением стены плача. Это особенно святое для меня место. И вообще для миллионов и миллионов иудеев, христиан. И для многих людей, чтущих Бога. Действительно, это особенное место. И вот я хотел как раз вот для таких особенно вот фасляций, молитв утренних, допустим. Телом отсутствуя в Иерусалиме сейчас, в данный момент. Но духом присутствуя. Как один раввин говорил еврейский, что он жил где-то в Испании, по-моему. Где-то на западе он жил, да. И он говорил, хотя я живу на западе, но сердце мое там, на востоке. Сердце мое там, в Иерусалиме. И я скажу сегодня, сердце мое, хотя сейчас я здесь вот, в Киеве, в Украине, благословенная страна, благословенный город. Вот, слава, благодатная земля. Но сердце мое, оно там, оно в Израиле, оно в Иерусалиме. И оно непосредственно вот там, в стене плача. Сердце мое там бьется и уже не первый год. И я очень Богу благодарен за это. Спасибо Богу. Вот, а второй баннер, который надо будет придумать, как его закрепить. Вот, значит, там флаги всех стран. И смысл именно, а да, а по центру, там чуть большего размера, это флаг, как мы говорим, христианский флаг, христианский флаг, христианский флаг. Это, в традиции здесь, в украинской традиции, он малоизвестный флаг. И вообще, на постсоветском пространстве этот флаг малоизвестен вообще-то. Я так даже в церквях, честно говоря, вот, относительно хорошо знаю, вот, как бы, много конфессий, динаминаций здесь, христианских течений, в ветви христианства здесь, на постсоветском пространстве, я видел буквально, ну, два-три раза, я назову так, наверное, раза три, наверное, только когда христианский флаг присутствовал на, ну, на Богом служении. Вот, а так фактически это неизвестно. Ну, в Питере, вот, более-менее, знаю, как раз вот христиане сейчас, ну, там город такой просвещенный больше, такой прогрессивный. Вот, и продвинутый всегда он был тогда еще, когда Ленинграном его называли. Он был более продвинутый город. Я помню, как художник это помню. Вот, и христианский флаг, это белые полотнища, там, красные и синие, это вот такой вот угол, не угол, а часть полотна и крест. Вот. Слава Богу, слава Богу. Господь благословит нас. Аллилуйя. Спасибо Боже. Да, и, ну да, пришло время уже трансляции с утренней молитвы, уже кто-то уже подключился, слава Богу. Вот, для тех, кто подключился, напоминаю, что сегодняшнее слово, вот, для рассуждения, вот, и перед хрибатом, ныне мы это читаем и рассуждаем. Сегодня с Кифой, я сегодня ожидаю, вот, сейчас, с минуты на минуту, немного задерживается, брат, вот, значит, наш епископ Петр Кифа. И вот читаю из Псалма 118-го, 11-й стих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою, а веду я. Вот, и Кифа вчера вечером сообщил мне, вот, как раз смс-сообщение, что значит, что он едет в Запорожье, оказывается. Я не знал, что он будет в Запорожье, вот, и, может, даже с ним бы съездил. Но Богу смотрит, я вообще давно уже намереваю в Запорожье быть. Был там, но давно уже, честно говоря, проповедовал там, в церквях некоторых, но это было давно. Вот, и молюсь за Запорожье, там есть такой остров Казацкий Хортыца, вот, и очень хочу побывать там, вот, увидеть все своими глазами, вот, именно. Вот, это Казацкий остров такой, и историческое место для Украины очень даже такое особенное место. Вот, и, конечно, молюсь тоже за Запорожье, у меня есть карта Украины есть, вот, здесь карта, у меня есть карта США, карта Великобритании, карта всего мира есть, и вот и карта Украины здесь. И молюсь каждую область, отмеченную здесь, от Чернигово, Сум до Крыма, от Закарпатья, значит, до Уфганского, и вот, и вот, вся территория. Вот, молюсь за каждую область, за каждый регион, благоставляю. Мне очень нравится такая духовная картография, духовная картография, вот, и вот здесь, я, сейчас, вот так вот посмотрите, здесь вот карта Украины висит у меня. Вот, и я думаю, что вот эта духовная картография очень важная вещь такая, ну, по крайней мере, мне вот в последние годы очень нравится молиться именно вот за разные страны, континенты, народы, вот таким образом. Тем более, что в 97-м году для меня это было откровением, да, уже здесь мы как раз, да, в Киеве жили, вот в 97-м году для меня стало великим откровением. Дело в том, что тогда, вот, значит, перешил я тогда очень сильное такое откровение, сновидение, можно выразиться так, сновидение, но сновидение такое, особенное сновидение, то есть оно было очень, да, что такое, особенно, как в Яве, знаете, вот, бывают сновидения такие бывают, которые, вот, видишь, как будто бы наяву, все было настолько реально, и это были полеты во сне. Да, и во сне я летал, это было потрясающе, и никакого страха не было перед высотой, это огромнейшая высота. Да, началось с того, что просто я уснул, и как только уснул, мы снимали квартиру на этом, где же это было, там, Минске, Виноград, как раз там, район, там граница, как раз такая, да, района по тех, вот, и только уснул, значит, и как тут же я взметнулся вверх куда-то. Так интересно, вот, только лег, только забыл со сном, и вот, ощущаю, сразу я взлетел высоко над телом, над, сквозь потолки все эти, там, надо мной же еще были этажи, сквозь потолки эти, сквозь, и крышу уже вижу уже, надо мной, подо мной крыша дома, вот, а дом там, сколько этажей, я так не помню, 13 высоко там этажей был, высотный дом, вот, и высота такая большая, и я не боюсь, все вижу эти улицы, машины едут, люди, какие-то точечки, ну, ночь, ну, как бы, какое-то движение там есть, вот, так интересно, а потом еще выше стал я, уже, потом весь город Киев, он, я так понимаю, это был город Киев, потому что, ну, как бы, ну, да, вот, я смотрел на то место, откуда я вылетел, я все время смотрел на то место, вот, сконцентрировался, откуда я вылетел, никакого страха не было, но это настолько все реально, 97-й год, я тогда на самолете не летал ночью, то есть, вообще, то есть, у меня не было такого опыта вообще, вот, а здесь прям настолько все реально видел, вот, город весь с высоты, как говорится, ну, полета, не птичьего, а уже железных птиц наших этих, вот, значит, и город светился, и видно было там, где вот эти какие-то там улочки, какие-то там, или что там, светящиеся такие полосочки, вот, значит, где-то аура такая светящаяся, ну, видно, что город, город светится, а дальше темнота была такая, вот, потом еще выше стал подниматься, там какие-то другие, ну, поселки, я так понимаю, города какие-то светились тоже, так красиво, интересно, но я все равно смотрел и на это, но сконцентрировал он был на месте, с которого я вылетел, Его не было видно, но я смотрел в ту сторону, откуда я вылетел. И еще выше поднимаюсь, и еще выше. И вот, как сейчас показал я карту Украины, вот примерно на такой высоте, это огромнейшие какие-то стратосферы, не знаю, как назвать это, на такой высоте было. Никакого страха не было, так интересно. И настолько все реально было. Но я смотрел, продолжал смотреть на то место, откуда я вылетел. Но увидел всю территорию, так понимаю, больше-меньше Украины. Ну, это же не карта была, это же было, ну, реальное такое путешествие, может так выразиться, вот полет такой. Вот, и, но там были видны такие, светящиеся такие моменты. Я понимал, что это, это вот, как бы, какие-то города, я так понимаю. То есть, не только Киев светился, но там еще и другие города. Вот, и примерно вот, думаю, вот, ну, вся вот Украина была передо мной. Вот, подо мной, получается, так вот это было. Я вот, я сверху смотрел, вот, там другие страны, но я внимания не обращал дальше. Я вот больше вот на Киеве и вот вокруг, что вот мог бы я разглядеть светящиеся объекты. Вот. И интересно так, и я смотрел опять-таки все время на то место, откуда вылетел. И вдруг это место, оно стало, ну, как, чудо какое-то происходить. Знаете, плавится стало, плавится, но не, как будто бы металл плавит. Вот такое видение странное очень. До красна, а потом аж до бела даже, вот. Я ни разу не видел в жизни, в реальной жизни, вот, только по телевизору видел, как вот, значит, металл плавит, и, значит, и там потом он проистекает, и по таким же лобкам каким-то он там течет, и вот так, прям так, как молния, так, вот, так интересно. Вот, значит, но, как говорится, у мартеновских печей. Вот, но интересно, что вот то, что я видел, это было потрясающе. Это было уже видением таким, духовным таким, я так понимаю, потому что вот то место, где Киев, он плавился, плавился, как металл плавится до бела, а потом по каким-то, как же лобкам таким вот, такими тоненькими, такими этими полосочками, этот металл стал растекаться, как будто бы. С Киева, вот, оттуда я вылетел. Растекаться, растекаться, и дальше, дальше протекать, вот, по территориям этим, и куда он притекал, где-то останавливался, и там тоже начинало клокотать, плавится, 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 и дальше растекаться с этого места, дальше растекаться, такими ручьяками, вот, полосочками, куда-то приходить, и снова там плавится, плавится и растекаться. Так интересно вообще, такое зрелище, я был просто заворожен вообще, вот прямо во сне я был просто заворожен. Вот, и больше или меньше, но вот вся территория, я так как понимаю, Украины и даже за периметром Украины, была охвачена вот этим таким, я так понимал во сне, прямо понимал, что это как духовное пробуждение такое. Вот, я думаю, вот это да, действительно, это духовное пробуждение. Я был просто восхищен тем, что я видел С такой огромнейшей высоты я видел, получается, духовную картографию Духовное пробуждение, как оно было показано мне А затем я, даже не помню, как, очень быстро Снова оказался в теле Снова в то место прилетел, откуда я вылетел Уникальный был случай моего путешествия прямо во сне И когда я в тело свое влетел, буквально быстро И так интересно, я снова в теле, я проснулся Я не мог спать, хотя и по времени почти не спал Но я как подскочил, я не мог спать уже Я был в таком возбуждении, потому что от увиденного Это было в 97 году, да Еще только первые месяцы в Украине И знаете, я проснулся тогда, очнулся от этого сна Вот с таким четким пониманием, что это Я видел именно то духовное пробуждение, которое будет на этой земле И прошли годы Сейчас уже 2018 год у нас на дворе Вот, но я знаю, что все эти годы С 97-го, когда я это видел И вот до сегодняшнего дня Пока еще не было то, что я видел Но к этому идет То есть как бы вот все вот эти толчки пробуждения За эти годы было много таких толчков мощных Пробуждения духовного Вот они как бы Вот как вот перед извержением Но это еще не само извержение Это еще не само извержение Землетрясения Пережил И это было что-то с чем-то Я человек равнинный Не горный То есть и в горах я редко бываю Вот, хотя очень, ну, заворожен горами И очень люблю горы Знаете ли, но Вырос и жил всегда на равнинах Но самое интересное Вот, когда прилетел первый раз в Алма-Ату Вот, еще рейс запозднился Значит, там и Плюс еще на таможне Очень долго нас продержали Так получилось, значит И в Алма-Ате И, значит, и Должен был еще до полуночи А получилось так, конечно, за полуночь Значит, уже был Вышел уже Меня встретили братья В гостиницу сразу отвезли Вот И разместили И рано утром уже служение Вот И я сразу лег спать В гостинице Уставов и от перелета Всего Вот, и знаете, что интересно И Уснул И проснулся Вдруг Просыпаюсь вдруг От того, что это Трясет Меня Ну, вот Все трясет вокруг Кровать Она трясется Посуда звенит Там Какая-то там Кувшинчиком Там стоят Стаканчики Там Где-то там Бутылочки Там Все Трясется Значит И Я еще Спросонок не пойму Где я Что я в Алма-Ате Что я в Казахстане Возле гор Я вообще даже Не могу понять И у меня Первая ассоциация Наверное Полтергейст Видимо Дьявол Хочет меня Так вот Как бы Взять Как вот По Дьявольскому Если Языку Говорить То На понты Взять Меня Хочет Вот На понт Вот Значит А Просто Вот Если Говорить По-человечески То Не по-дьявольски То Значит Просто Хотел Испугать Испугать Значит И Знаете Интересно Уже Молюсь И Значит Вроде как С дьяволом Сражаться Сейчас Ну Как Прогнать Нечисть Пошел Вон Во имя Иисуса Христа Разговор Короткий С бесами У меня Вот И Но Понимаю Что Это Не бесы Нет Нет Беса Не пойму Что случилось Как бы Все Я понимаю Что Вдруг Вспоминаю Я в Алма-Ате Включая Свет Я В гостинице Выхожу В коридор А там Как раз Люди Толпятся Люди В коридоре С разных номеров Выключили Вот И там Вышла Администрация Скорее всего Будет даже Эвакуация Вот Сейчас Начнется Поэтому Но Без паники Они успокаивали Людей Вот Но для меня Это было Знаменательно Потом Все Успокоил Толчки Прекратились Вот Но Мне Это Запомнилось Первый Мой Приезд Как раз В Алма-Ату Был Такой И Вот Я так Рассуждаю Что Духовно Тоже Есть Такие Толчки Не само Еще Извержение Это не было Еще Извержение Тогда Вот Это были Толчками Вот Ну Где-то Оно Тряслось Даже По городу Даже В Алма-Ате Ощущалось Это Очень Так Серьезно Сильно Даже Там Администрация Да Толчки Необычно Сильные Там Бывают Толчки Там Неудивишь Местных Жителей Толчками Но Это Было Очень Сильно А Али Спасибо Тебе Господь Боже Благослови Господь Благослови Молитву Нашу Сегодня Боже Всемогущий И пусть Прославится Твое Святое Имя Боже Всемогущий Слава Тебе Слава Тебе Пусть Это Духовные Извержения Происходят На этой Земле Благослови Киев Благослови Украину Боже Пусть Это Духовные Извержения Пробуждения Народов Вот Это Плавка Она Свершится Господь Боже Как плавится Металл Ты Очищаешь Господь Народ Благословя Господь Боже Всемогущий Благослови Пусть Здесь На берегах Днепра Славится Имя Господа Иисуса Христа Просто Невероятно Славится Как Никогда Раньше В истории Пусть Славится Имя Господа Иисуса Христа Аллилуйя 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 Иисус Услава Иисус Услава Луная песня над Схиллом и Днепра, Иисусу слава, Иисусу слава, спевает вильно Украина, Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо, Господи, за все. Боже, благослови Господь Израиля, благослови Господь Иерусалим, город мира, город Иерусалим. Благослови Господь, благослови нас, Господь Боже, сегодня в этот утренний час. Боже, благослови Господь, благослови. Возьмите хлеба, налейте себе соку виноградного, или же просто воды даже, если нет соков, или компот, я иногда использую тоже компот. Самое главное, не качество вина или хлеба, а качество нашего рассуждения, нашего размышления о теле и крови Иисуса Христа. Поэтому причастие совершается не просто ртом нашим, даже желудками нашими, а совершается здесь умом нашим, здесь сердцем нашим. Нашим размышлениям о теле и крови Иисуса Христа, рассуждениям о теле и крови Иисуса, рассуждаем о теле и крови нашего Спасителя. Аллилуйя, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Господь, Царь Вселенной. Благослови, в сердце моем, в Солом 118, 11, в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Аллилуйя, аллилуйя. И в Новом Завете мы знаем эту тайну, великую тайну, что Слово Божье, это не просто даже высказанное им Слово, не просто даже это записанное Слово апостолами, допустим, там, значит, пророками. И нет, нет, это далеко не все. Это еще полуправда, это еще не вся правда. А вся правда в том, что это Слово Божье, это есть Личность, это есть Спаситель Ишуа Машиах, Иисус Христос. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Одно это Святое Имя, Иисус Христос, Иса Масих, Джизус Христос, Ишуа Машиах. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе. Слово Божье, обогренное кровью на Голгофском кресте, воскресшее из мертвых, Слово Божье, живое и действенное, и острее всякого меча обоюду острова. Слово Божье, проникающее вглубь естества нашего, Господь, слава Тебе, спаситель мой, слава Тебе. Ты есть Слово Божье, Ты вселяешься в нас обильно, поселяешься внутри нашего естества, преобразуя все, возрождая нас к новой жизни, слава Тебе, Господь. Совершая великий исход, Боже, из царства тьмы в царство света, в царство возлюбленного Сына, Божьего Иисуса Христа, слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь наш, благословен Ты, Бог наш, отныне и вовек. Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе и хвала. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. И тайна Нового Завета, она в этом и заключается, что Христос в нас, упование славы. Христос в нас, упование славы. Христос во мне, живущий Бог во мне, пребывающий, царствующий, господствующий, спасающий, исцеляющий, освобождающий Бог истинный. Бог Авраама, Исаака и Израиля. Бог патриархов и пророков. Отец мой небесный. Он жив. Он живой Бог. Я и Отец, мы одно. Это самое великое, что может только знать человек и постигать на этой земле, в этой временной земной жизни. Самое величайшее таинство Нового Завета. Храм Божий. Третий уже. Третий храм Божий. Ныне строящийся. Слава Тебе, Господи, Боже, дашь. Ныне созидающийся, святой, уже третий храм Божий. Из живых камней созидающийся. Из живых верующих сердец. Судеб верующих. Аллилуйя. Из живых камней. Поселяясь в нас, Он делает нас, мертвые камни, живыми камнями. Поселяясь внутри нас, Он делает нас живым камнем. Каждого верующего, по-настоящему верующего, возрожденный свыше человека, Он живой камень уже. И в этой стройке тысячелетий Бог нас использует. Как живые камни, созидая святой свой храм в Господе. Созидая этот третий храм. Первый храм был разрушен по грехам нашим. Мы читаем это в Библии. Да, печально, да, горько, да, трагично. Эта трагедия очень в Библии подробно рассказывается. И это написано нам, достигшим последних веков, в наставление, в назидание. Да, и действительно, в истории третьего храма тоже были такие трагические моменты, когда казалось, все разрушено, казалось, все пропало. Но, как в истории, как мы говорим, ну, условно, второго храма уже, потому что, условно, как, это тот же самый храм Божий, но он имеет свою вот такую трагичную историю разрушения и потом воссоздания, возрождения, новое начало. И вот так же, как вот и в истории Израиля, в истории христианства то же самое было, то же самое. До 16-го столетия уничтожения христианства, казалось, уже все разрушено и ничего не восстановится никогда. Все, казалось, пропало христианство. Хотя в каждом поколении было хотя бы 2-3 человека, но верующих, возрожденных. Иисус говорил, что 2-3 собранного имя мое, там я посреди них. Вот, церковь, она была жива, но в таком состоянии, знаете ли, вот, вроде как мертвое тело, но жены клеточки какие-то были в этом теле еще. Вот, и жизнь какая-то теплилась еще, что-то происходило еще. Вот, но затем, в начале 16-го столетия, 5 столетий назад, началась эпоха Великой Реформации, закончилась эпоха Великой Деформации, Великой Деградации мирового христианства. Началась эпоха Великой Реформации, восстановления, покаяния, исправления церкви. Слава Богу! Это как история, вот уже мы говорим так, если библейским категориями, то это история уже 2-го храма. Это тот же самый храм, но это воссоздание, возрождение. И по сути, то, что началось 5 столетий назад, это чудо величайшее. Аллилуйя, спасибо тебе Господь. Кривая история церкви до 16-го столетия катилась вниз, после того стала подниматься вверх. Вот уже 5 столетий, эпоха покаяния, чуи, метанои, эпоха Возрождения, эпоха Великой Реформации, то бишь исправления церкви. Аллилуйя, слава тебе Господь! Слава тебе Господь! Поэтому история 3-го храма, она в себя взяла историю, получается, и 1-го храма, и 2-го храма сразу одновременно. Вот. И, ну, как и Господь Иисус Иешуа, и 1-е пришествие Его, и 2-е пришествие, и Он всегда здесь с нами до скончания века на этой земле. Спасибо тебе Господь за все. Божий всемогущий слава тебе! Вот. И Слово Божье поселяется в нас, верующих. Я благодарен Богу за это. И вот таким самым удивительным, видимым знаком вот этого таинства, этого чуда является причастие, Евхаристия, хлебопреломление, хлебопреломление. Спасибо тебе Господь! Спасибо! Божий всемогущий! Спасибо! Спасибо! Аллилуйя! Аллилуйя! Налейте себе тоже соку или чего-нибудь. Самое главное, рассуждаем сегодня о теле и крови Иисуса Христа, нашего Господа, Спасителя. И сегодня у меня вот такой хлеб, очень красивый, очень вкусно пахнет. Здесь вот с Азии братья, мусульмане, вот таджики, узбеки здесь работают и пекут. Интересный очень хлеб. Они объяснили мне, что пекут вот именно такой хлеб, это фатир, он называется у них, значит, из пресного хлеба, из пресного теста, не бездрожжевого. Вот. И выпекают вот с этим маслом, как называется, льняное, да. И вот семечки эти тоже здесь не бросают, интересный хлеб такой очень даже. Вот. Вот. Я решил взять такой хлеб вот на причастие, хлебопреломление. Вот. Вот. И вот виноградные лозы. Сегодня Бог, да, благословит нас в причастии. Спасибо тебе, Боже. Спасибо. Благословен ты, Бог наш. Благословен Господь. Благословен Спаситель наш. Ты есть Живое Слово. Ты Живое Слово, Господь, вселяющийся в нас, живущий в нас, пребывающий среди нас. Ты Живое Слово. Ох. Глубоко в сердце проникаешь в утробу, в естество наше, в разум наш, в подсознание наше, в судьбе нашей, Господь, ты царствуешь, слава тебе. Благослови Господь, благослови Боже. Боже. И этот хлеб, фатир, я беру, Господь, как действительно, так же с молитвой Божьей. И за весь мусульманский мир, за весь иудейский мир, еврейский мир. Молюсь за весь христианский мир. Пусть Господь, действительно, потому что Ты, Господь, не христианство, не иудейство. И не мусульман, не кого-то еще. Ты, Господь, над всеми нами. Потому что, Иисус, Ты сказал, Иешуа, Иса, Ты сказал, да на мне вся власть на небе и на земле. И Ты сказал, идти во все народы и проповедовать Евангелие. Твою благую весть, Господь, Твое примирение. Потому что Ты, Бог, во Христе примирил с Собою весь мир в крови святой, Агнца Божьего. Ты примирил с Собою весь этот мир Божий, пусть эта благая весть звучит по всей планете сегодня. С новой силой, с невиданной и неслыханной до своей силой. Благослови Господь всех миссионеров, евангелистов, постарей, учителей, служителей, всех ветвей христианства, всех-всех направлений церкви. Сегодня сотни ветвей, тысячи ветвей. На этом многоветвистом древе христианства, Боже, да будут они все благословенны, Господь. Не отломлены, не надломлены. Боже, не отпадшим, но пусть будут живы, питаясь от Тебя, Господь, потому что корень наш один, это Ты, Господь. Ствол древа один, Господь, это Ты, Сам Спаситель. Виноградарь наш, Боже, а мы лишь ветви на этой лозе. Ты наша лоза, Господь. Ты лоза, Господь, а мы ветви. Боже, спасибо. И великий виноградарь, это Ты, Бог Святой, слава Тебе. Великий виноградарь, слава Тебе. Великий виноградарь, посети сегодня виноград сей и благослови, Господь, по богатой Своей милости. Во имя Иисуса Христа, слава Тебе. Боже, и соверши, Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего, Господь. То, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Спасибо Тебе, Господь. Боже всемогущий, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе на все. Милостивый Царь. Благодарю Тебя. Благодарю. Рассуждая о теле и крови Иисуса Христа, Спасителя, живого Слова, тело Христово примите, источника бессмертного вкусителя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аминь, аминь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, возлюбленный. Спасибо, драгоценный. Спасибо, старчайший. Кроме Иисуса Христа, я спасен, исцелен, освобожден, благоставлен всеми благословениями неба. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, драгоценный. Боже всемогущий. Благодарю Тебя. Благослови братьев всех. Благослови Кифу, Боже. Он, видимо, задерживается в дороге сейчас где-то. Благослови, Господь Его, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, и всех нас благослови, Господь, детей своих. Пусть Слово Твое вселяется в нас глубже и глубже, день от дня, час от часу. Глубже и глубже, с минуты на минуту, с каждым дыханием нашего тела, нашей души. Боже, пусть Твой Дух Святой поглубляется в нас глубже и глубже. Ты познаешь нас, Господь. Мы познаем Тебя, Господь. А мы в Тебя глубже и глубже погружаемся, Господь. Слава Тебе. Не останавливайся, Господь. Двигайся, Боже. Боже, а я погружаюсь в Тебя, Господь. Ты в меня. Ани ледоди, ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Эти слова. Сегодня уже 12 число. У нас уже 12 элуда. Завершающий месяц дадут в гражданском календаре 23 сегодня августа 2018 года. А в библейском исчислении завершается 5778 год. Последние деньки. 5778 года. От сотворения мира. От Адама. Вот. И слава Богу. Слава Богу. Слава Богу за все. И уже в начале сентября, получается, да, с 9 на 10 сентября мы будем проводить ночь бдения. Будем встречать новый 5779 год. Даст Бог уже. Вот. И будем праздновать этот праздник. Он в Библии называется праздник трубного зова. Праздник трубления. Праздник труб. Йом-труа в оригинале. Йом-труа. Труа. Красиво. Йом-труа. Но в народе обычно мы называем его, как этот праздник, обычно называем не праздником труб, да, а головой года называем, да, Рош-Хошана. Вот. Ну, наверное, все знают более или менее. Вот яблоки с медом по крамели все любят. Нарош-Хошана, гранат, идем, да, рыбью голову. Вот. Может, ну, большинство из нас, особенно, как я так понимаю, из верующих, мало углубляется в эту тему. Но такие какие-то элементы Нового года еврейского знают. Но самое главное, конечно, библейское звучание этого праздника, это праздник шафара, праздник труб, праздник трубного зова. Это блажен народ, который знает зов трубы, зов шафара. Вот. Тринадцатого этажа просто трубить на парк Киота. Вот. И парк Киота тоже трубить шафаром. Это великая традиция. Это истрезвляющая очень традиция. Призыв к покаянию. Указание на жертву. Для меня это указание на жертву Машиаха. Самого Иешуа. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благоставляю всех вас, братья и сестры. Ну, тогда уже Киф не рождался. Значит, я думаю, если он задерживается, если он будет позже, то тогда уже вместе с ним сделаем трансляцию чуть позже. Пусть Бог благоставит вас всех. Благоставляю вас. Да благоставит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя. Да обратит, Господь, лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепистоф Сергей Жрулев. Шалом, мир всем. Аллилуйя. Аллилуйя.